Донбасс На тот момент мы были в составе 5-й бригады. Тихонов был комбриг, я был начальником разведки. Начальник разведроты. И с этой же разведротой мы выполняли данную боевую задачу. Как все получилось за сутки до того, как мы вышли на Логвино, я общался со своим непосредственным командиром Захарченко Александром, с нашим главой. И мне была поставлена задача помочь Республиканской гвардии взять населенный пункт Логвино, чтобы замкнуть Дебальцевский котел. Мы с командиром из батальона Кот Позовной, царство ему небесное, выехали на Углегорск, познакомил с руководством 3-й бригады, там же был развернут штаб. Там я познакомился со странником, позовной такой, я точно не могу вспомнить, но, скорее всего, он был начальником штаба 3-й бригад на тот момент. И там мы планировали данную миссию по захвату. Батальону «Легион» необходимо было занять две высоты, чтобы оставить для себя коридор. Иначе группа попросту попала бы в окружение украинских националистов. Эта задача была выполнена в первую очередь. 8 февраля с окраин Горловки мы выдвинулись в направлении села Логвино. Одна группа вышла под командованием француза для доразведки. Я и моя группа бронетанковая, за которую я отвечал, за которую я командовал, должна была выдвинуться в определенное время после того, как разведка займет определенные высоты. И в тот момент мы должны были выходить со штурмом вместе с разведкой, должны были выйти со штурмом на населенный пункт Логвино. Где-то в районе 10 часов вечера меня вызвали в штаб и сообщили о том, что со мной поедет группа разведки, позывной Ольхон. С ним 10 человек его разведчиков. Я был против изначально, потому как основная группа уже выдвинулась туда, связи с ними не было. Я должен был взаимодействовать только по времени. Я должен был определенное место занять и выдвинуться к своей группе навстречу. Не навстречу, вернее, а в догонку с бронетанковой техникой. Меня вызвали в штаб. Меня вызвали в штаб. И в приказном порядке довели мне о том, что со мной пойдет группа Ольхона. Поэтому он к нам присоединился. Всю ночь группа двигалась по заданному направлению. Холмистая местность, пронизанная ручьями и оврагами, к тому же густо засаженная деревьями, способствовала задаче нашей армии. Задача была поставлена, и ночью мы ее начали выполнять. Мы выдвигались в спешем порядке. Непосредственно была ночь, холод. В принципе, карты как таковых не было. Нам маршрут рассказали, движение. Немножко там потерялись. Потом нам световыми ракетами указывали дорогу. В то время подошла бронегруппа с Ольхоном. Десять человек было. Это подразделение было нам придано в поддержку. Стреляли осветительными ракетами. Одним танком, двумя БМП, одним БТРом мы выдвинулись в указанное место. И непосредственно уже захватывали населенный пункт. Потом организовали оборону. Захватили населенный пункт. В принципе, сопротивления особого не было. Организовали круговую оборону. Выставили позиции танки. И личный состав занял огневые точки. Заходили, значит, с трех сторон в поселок. Мы по центру заходили. И наша вторая группа с правой стороны заходила. Слева заходила группа Ольхона. Потом мы, значит, распределили, значит, оборону. На дороге были выставлены казаки макеевские. Мы по щелок. В основном артиллерией корректировали огонь. Подход-отход противника, значит, радиостанции, батареи, ну, все были, как бы, оставлены на связь с артиллерией. Посыльными сообщали координаты. Ну, основные потери противника шли на трассе, вот, потому что между населенными пунктами, это, получается, у нас Дебальцево и Артемовск. Значит, проезжали военнослужащие, которые еще просто были не в курсе того, что поселок захвачен. Ну, несли потери там, в принципе, у них без шансов было, потому что, ну, заняты укрепленные позиции, проезжающая техника обстреливалась, сопротивление оказывали, но, как правило, безуспешно. Так как украинцы не успели доложить о вхождении военных сил Новороссии в Логвинова, многие из бойцов ВСУ попадали в засаду. Так легионовцы обезвредили колонну техники с украинскими солдатами. Видео их обыска и допроса было снято на телефон непосредственно в момент захвата. Ну-ка, рассказывай. Откуда ты взялся? Откуда сам? Я в Черковской области. А? Черковская область. Какое подразделение? Тридцатый. Че тридцатый? Брать, в мобилке есть. Есть. А, еще один живой, глянь. Глянь, а молчи. Так ты живой. Пронатка залетела. Красавчики. Ножами, глянь, вооруженные опасные, сука. Рука не жопа. Руки вверх, руки, чтоб видели. Это все, блядь. Так, что там? Что это такое? На буфин. А, торчки, да? А? Любим подтачивать. Кусим давал, кайфуете, да? Телефоны есть, блядь. А, что? Телефоны, блядь. Телефоны. Дай мне телефон, я маме позвоню. Документы где? Документы где? Выкупали. Где документы? Это хорошо. Брата, нам посреди, чего второго, блядь. Документы заберу мне. Да, вообще. Вот он, герой наш. Обыщи второго. Где, 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 где. СССР, военный билет. Ёб***ь. 72-й год. Не виноватый, сука. Не забранный герой. Пожалуйста, сука. Обыщи. Была у них изъята документация. Документацию вместе с пленными передали в Углегорск из группы Ольхона. Значит, там назначение у человека было цыганок, был подполковник, по-моему, замначальник АТО. То есть, ну, высокопоставленный чиновник в армейском чине, я считаю. Ну, и держали дорогу. Нас до 11-го числа, с 8-го по 11-го. Степа бомбили мины, грады. Все летало. Мы в укрытиях сидели. Штурмы были со стороны посадок. Снайпера штурмовали, пытались. Ну, всех уничтожили. Был у нас боец такой, с нами пулеметчик Степа. Когда нас штурмовали с камышей, с речки, со стороны речки. Там человек, может, 80 их было. Степа проявился хорошо, в полный рост вышел с пулеметом. Начал шмалять их. Ну, а я, что, у меня была винтовка СВД. Я только смог. Гранаты вытягивал, гранатами закидывал. Ну, и нормально так. Отбили врага. Такого быстрого и слаженного нападения враг ожидать не мог. Легион при содействии других подразделений в кратчайшие сроки произвел зачистку территории и удержал позиции до ротации войск. Эта операция, на самом деле, была, я скажу, очень... Изначально, если на все это посмотреть, это было самоубийство. То есть мы не знали, что нас там ждет. Мы не знали, как мы выйдем. Мы просто выполняли приказ главы Донецкой Народной Республики. И, слава Богу, мы вышли все живые, целые. Двухсотых, трехсотых у нас не было, так как мы слаженно работали. То есть никто излишне не рисковал, выполнял каждую свою задачу. Что-то не занимались никакой ерундой. С северу не так уж повезло. У него были, да, двухсотые, трехсотые. У него тяжелая сторона, казалось, да. Поэтому, к сожалению, у него, да, были потери. Ну, конечно, да. После чего мы... Нам дали несколько дней выходного. Выходного после Вогриного. Все мои ребята, там, 26 человек было, именно тех, кто в Вогрином заходили, получили Георгиевские кресты в Министерстве обороны за то, как они проявили себя за все это. После чего нас отправили в Дебальцево. Ну, уже в Дебальцево, это совершенно другая история, когда мы уже освобождали Дебальцево. Ну, вот была неприятная, конечно, ситуация. Когда мы увидели наши ребята, да, Сашу Бузаладзе, он привез, тогда снимал, отснял репортаж на следующий день. Со стороны казаков. Даже он там на видео видно, как мои пациенты там бегают. И как бы уехал, а потом мы смотрим, что он говорит, вот мы десятером взяли в Вогрин, в казаки, то есть за нас не слово. То есть он как-то не очень красиво поступил. Ребята, конечно, обозлились, да. Вот, поэтому это все неприятно. Ну, к сожалению, как есть, так и есть. То есть, по сути, бой в Вогриного был ключевой, который помог тогда уже взять Дебальцево? Да, замкнуть Дебальцево, конечно. То есть это единственная оставалась дорога, по которой они могли передвигаться, то ли уводить войска, то ли выводить, то ли подвозить ПК. Это вот и Артема с Дебальцево, да. Мы это дело замкнули, соответственно. И со стороны, насколько я помню, еще у нас там на второй день был бой со стороны Нижнего Завой. И тогда, насколько мне память не понимает, по-моему, Мозговой со своей группой шел брать Вогрин. И мы тогда стучались, стучались, а кому можно остановить и Мозгового, так как еще мало кто знал. И ВНРовцы не знали, что мы сидим в Вогрином. Потому что тут мы с укропами бьемся, а тут еще сейчас батальон Мозгового у нас идет. То есть остановили тогда Мозгового, да, что доложили, что наши уже Вогриного. Он проводил тогда, по-моему, под Нижнего Завой бой. Ну, собственно, считаю, что задача была действительно 100% выполнена, качественно. А качественно все-таки за счет того, что сохранили весь личный состав. Все живы, ушли, здоровы, боевую задачу выполнили. Это отдало свой эффект освобождения Дебальцева. После выполнения задания Сергея Завдовеева, как командира батальона, повысили в звании до полковника. А бойцов, участвовавших в операции, наградили Георгиевскими крестами. Их имена и лица для многих так и остались неизвестными. Но подвиг, который они совершили, теперь навсегда запечатлен на страницах новейшей истории.